103 и 112. Именно по этим телефонам звонят те, кому требуется скорая помощь. С началом лета количество звонков значительно увеличилось, утверждают диспетчеры Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. С чем это связано? Об этом далее. Диспетчеры центра в среднем принимают более 3000 звонков в сутки. В последнее время просьба о помощи связана с детьми. За сутки адресов бывает много, до 18-15. Дети на каникулах, но адреса бывают и вызывают. Чаще всего боль в животе, температура может быть из-за перемен погоды. У маленьких детей иногда отравление. Выпьют что-нибудь, не углядят родители за ними. Иногда обеспеченность родителей приводит к трагедиям. В этом году в Республике в результате падения с высоты уже погибли трое детей. Трое скончались во время пожара, двое утонули. Уже 22 вызова к детям, которые пострадали на воде. К сожалению, двоих из них не удалось спасти. Оба ребенка, они находились на берегу водоемов, прудов. Погибли из-за того, что рядом не оказалось взрослых. В любой экстремальной ситуации до приезда бригады скорой помощи важно оказать первую помощь. По нормативам медработники должны приехать на вызов в течение 20 минут. Фактически в городах Республики бригада приезжает за 9,5 минут, на селе за 12. В составе Республиканской службы медицинной катастрофы скорой медицинской помощи сегодня работает 14 подстанций. Подстанции распределены с учетом 20-минутной транспортной доступности. Чтобы улучшить своевременность доезда до места происшествия, создано еще 29 пунктов временного пребывания бригад. Парк автомобилей скорой медицинской помощи постоянно растет. В конце прошлого года в Республику поступили 84 автомобиля, оборудованные по последним медицинским стандартам. К 2021 году автопарк станции скорой медицинской помощи должен быть полностью обновлен. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.